Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана и сегодня будет последнее заключительное видео о моей работе в ведьмин домик. Масага Кроссич, вы еще не стираете свои вышивки? Тогда я иду к вам. Хочу прежде всего сказать всем огромное спасибо за то, что оставались со мной в течение всего этого проекта. Как вы знаете, он у меня длится с февраля месяца этого года, поэтому тут говорить не о чем. Спасибо, короче. Ну и теперь давайте с вами посмотрим окончание этого процесса. Я расскажу в этом видео о том, какие у меня возникали сложности опять-таки, какие у меня возникали ассоциации при взгляде на эту картину. Также, что я думаю о французских узелках. И все-все-все, что я могу вам рассказать. Как я говорила в своем прошлом видео об этой работе, у меня просто очень сильно мучительно вышивать было этими нитками после льна. Это действительно правда. Я так и не смирилась с этой мыслью, что я вышиваю на конве. Но дело даже не в этом. Посмотрите, сколько здесь цветов. Полисадник, да, понятно, здесь очень много цветов. Не цветов ниток, а цветов-цветов. Цветов пахнущих таких вещей только в искусственном крестиковом исполнении. Дело в том, что я не люблю вышивать цветы. Я абсолютно их никогда не вышиваю, кроме моей второй работы розы, после которой я зареклась вышивать, во-первых, прогоны, а во-вторых, цветы. И вообще, в принципе, я не люблю искусственные цветы в украшениях, в квартире, в венках даже похоронных. Ну почему живые не положить на могилку и все и забыть? Ну ладно, это дело такое. Я ненавижу, не люблю, не приемлю искусственные цветы. И вышивать я также их не люблю. Смотреть, раньше я даже смотреть на вышивки с цветами, ну никак не могла. Сейчас я наблюдаю за вашими процессами, тех, кто вышивает цветочки разные там. Ну, они стали более-менее, скажем, современные, продуманные, более красивые. Я застопорилась на этом этапе. Я не вышивала вообще, полторы недели не могла подойти к этой работе, потому что просто не люблю вышивать цветы. Вот. Потом, смотря на эту работу, я понимаю, что вот, не знаю, слышала описание Оли Дворецкой. Она рассказывала, как она входит в эту дверку, подходит к дому, да, входит в дверку. Вообще просто, ну, логично. Вы видите дом, вы видите дверь, вам хочется войти, вы об этом говорите. И так многие, да, то есть многие представляют себя живущим в этом доме или просто там гуляющим возле этого дома. Я же представляю, что я гуляю вот в этом темном лесу за домом. То есть для меня самая мистическая часть, особенно когда появился забор и появился объем, соответственно, возле дома, то вот эта самая мистическая часть для меня это лес. Темный, темный лес чудес. У Агаты Кристи есть даже такая песня «Лес чудес», которую я очень сильно люблю. И она прямо у меня звучит в голове, именно потому что я представляю себя в этом лесу, гуляющей под эту музыку. Оу-е. Мне еще осталось достроить вверху один этаж. Да, да, это не завершение еще работы. Я начинала с середины и двигалась вниз, поэтому у меня остался сверху еще один этаж. Так что увидимся в следующем фрагменте. Ну что ж, завершен очередной этап моей вышивки. И, честно сказать, если хотите впечатление об этом домике, ну, сама картина мне очень нравится. Еще, конечно, будет видно, когда она будет оформлена, мою реакцию на это все происходящее. Но сама картина меня достала уже за это время. Я ее вышиваю, повторюсь, наверное, с февраля месяца. И вышиваю ее набегами, наскоками, с перерывами огромными. И, в принципе, я вышиваю очень медленно, поэтому как бы она постоянно на столе. Она мне перемелькалась. Я ее, ну, как бы или забывала, или как-то от усталости, в общем, наверное, забывала, скорее всего, накрывать. Я подходила, делала там чуть-чуть крестиков и отходила с таким вот унылым-унылым лицом, потому что, ну, просто в конце уже, уже просто не могла ее вышивать. Ну, и давайте о самом убийственном поговорим. Это полукрестики. Но не только полукрестики, но и полукрестики в одну нить. Мало того, что я не люблю вышивать в одну нить ни крестики, ни полукрестики. Так тут еще и на синий конвей темно-синие крестики под не очень хорошей лампочкой, скажем. Ну, и, конечно, это раздражало. Дальше французские узелки. Я обожаю вышивать французские узелки. Вот не поверите, обожаю. Но я очень люблю вышивать именно такие узелки, которые вышиваются в две ниточки или в два оборота, но не в одну нить и в один оборот. Я решила сделать все по инструкции Dimensions в этот раз. И просто сделала в одну ниточку, в один оборот французский узелок. Это получилось что-то плачевное. Просто плачевно ужасное. Как я ни старалась, иногда выходили сносные, красивые, пухленькие узелочки, но чаще всего это какие-то провальные белые точки. В целом, если говорить о полном, обо всем процессе отшива этого домика, могу сказать только одно. На половине работы, после того, как я закончила вышивать муравья на льне, у меня работа застопорилась и шла очень медленно. Потому что это была канва, как я уже сказала в одном из своих видео. После льна было очень тяжело переходить на канву, и я все-таки это сделала, но у меня процесс так и не пошел. Сейчас мне осталось вышить только французские узелки внизу на цветочках, и процесс будет полностью завершен. Пойдем с вами стирать и смывать водорастворимую разметку. Сейчас мы с вами растворим водорастворимые нитки Мадейра. Вы их видите вот здесь сверху, а также они есть снизу. Опускаю серединкой, вы сами все увидите. Вода прохладная. Вот они уже начинают исчезать. Вернее, сам цвет белый ушел. Вот вы видите, здесь я расчерчивала меловым карандашом синим. А здесь была разметка, и она уже практически исчезла. Сначала ниточка обесцвечивается и становится гелевой, как я уже рассказывала в одном из видео. Ну, такой, скользкой на ощупь. Такая, как слизь. И потом уходит совсем. Посмотрим внизу. Кстати, карандаш, как вы видите, никуда не исчезает. Его придется отстирывать. Так как у меня очень много этих ниток зашито под основными стежками, я оставлю эту работу. Ну, наверное, на полчаса, может больше. Я не буду засекать время, за сколько там полностью эта нитка растворится. Так как ее практически уже не видно везде. В общем, встретимся чуть позже. А сейчас я вас познакомлю со своим постпроцессным бардаком. Ну, во-первых, посмотрите, что тут у меня творится на станке. Конечно, это особое удовольствие все это убирать. И, в конце концов, прикреплять сюда новый проект, который будет черепа. Так, здесь остатки ниток. И на иголках я уже их не буду считать, конечно же, выброшу. А здесь, посмотрите, на органайзерах. Это все ниточки, которые остались от процесса. Скажу так, что всех ниток мне хватило, кроме одного черного цвета, который, как вы помните, я дозаказывала у Dimensions. Дополнительно к этим пасмам, которые вы видите сейчас, обозначенные палочками черными на органайзере, то есть всего, не буду считать сколько, я использовала еще 7,5 пасм. То есть вот черного цвета мне катастрофически не хватило. А так всех цветов осталось, в принципе, нормальное количество. Единственное, вот этот совсем розово, мало-мало-мало, он пошел в конце на французские узелки, но вот это все, что осталось. Я хочу сказать, что вышивала я парковкой, и свободной, и по квадратам, ну, в общем, какой только угодно. И мне, как видите, ниток хватило. Черное это беда всех наборов старой комплектации Dimensions. Именно, ну, сейчас они, наверное, уже исправляют эту ситуацию, но ранее, как вы знаете, ниток катастрофически всем не хватало черных. Сейчас я займусь тем, что разберу все свои нитки с органайзеров Dimensions на бобинки, и обозначу, присвою им самые близкие номера из живой карты DMC. Как я это делаю и зачем, смотрите в видео по ссылке. Схемы я, конечно же, выброшу, потому что они мне больше не нужны. И вообще, наборы Dimensions постараюсь все-таки больше не отшивать. По крайней мере, у меня их нет дома в запасе. И таких вот дизайнов, которые бы запали в душу, на сегодняшний день тоже нет. Поэтому я буду возвращаться к своему льну любимому и вышивать на нем. А теперь просто смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Когда она отлежится, отдохнет, немножко, может быть, недельку, поеду ее оформлю и покажу ее вам уже оформенной. Давайте посмотрим поближе на французские узелки. Пока вы на них смотрите, скажу, что еще я ее почищу скотчем от волос или шерсти, скорее, моего кота Мурзика, который белый. И, конечно же, здесь очень много в ниточках заплелось его шерсти. Ну и теперь пришло время рассказать вам немножко об оформлении данной картины. Как вы могли заметить в инстаграм, я выставляла одну фотографию с уголочком рамы, которую мы якобы выбрали для этой картины. Но я там написала под фотографией, что мы все-таки решили поменять оформление. И сейчас расскажу, почему. Посмотрите сначала варианты, которые я подобрала. Вернее, мы пришли в багетку. Вообще, багетка, кстати, очень классная. Я об этом позже расскажу. И мы пришли в багетку, и Даринка, дочка моя, она постоянно срывала вот эти образцы и приносила нам. Она подобрала просто шикарные, ну реально очень красивые, я считаю, образцы, рамки. И они подходили под эту картину. И именно из тех образцов, что предложила Дарина, мы выбрали данную рамку. И также были варианты разных-разных цветов именно этого багета. И я так подумала, посмотрела, мне очень понравилось, как сочетается вот этот розовый цвет, немножко с сиреневинкой, сочетается с всей картиной. То есть мне нужно было подчеркнуть сказочность сюжета, а не его викторианство. То есть именно сказочность, потому что для меня это сказка, для меня это что-то мистическое. И я даже не знаю, в общем, это не тот стиль оформления должен был быть, который мы наблюдаем в интернете чаще всего. То есть коричневая рамка или какая-то золотая рамка, то есть подчеркивается именно сам викторианский стиль. Здесь же у меня все должно было быть наоборот. И таким образом я выбрала одну из рамок, это была розовая, и мы заказали оформление. Придя домой, я все еще сомневалась, вот как чувствовала, я не сомневалась в том, что я выбрала классное оформление, но я как чувствовала, что нужно все-таки поискать. А вдруг? А вдруг кто-то уже так же точно оформил. И действительно, вы представляете, именно такое же оформление, единственное, что рамка была синего цвета, тут тоже, которую мы и примеряли, но фишка не в цвете была. Точно такое же мы нашли в интернете, вы можете наблюдать его сейчас на экране. И вы сами видите, что белый цвет, когда это смотрится полностью во всей картине, он съедает изображение, он забирает на себя внимание от самого домика. Убирается смысл ночи, который изображен на этом домике. То есть белое здесь абсолютно, я считаю, это мое личное мнение, ни к чему. Поэтому мы решили, так как это было дело вечером, сразу же после багетки, мы решили утром, в следующий день позвонить и отменить данный заказ, что мы благополучно и сделали. На следующий день, приехав в багетную мастерскую, мы уже начали подбирать оформление. И все, что бы не подбиралось, мне, к сожалению, не нравилось. Как бы стандартное. Паспорту я вообще не хотела. То есть паспорту для меня это табу было. Потому что именно этот домик, который я наблюдала оформленным с паспорту, мне категорически не нравился. Вот ну не мое и все, да. И единственное оформление, которое мы видели с мужем, более-менее приемлемое, это просто в тоненькой рамочке. Просто в тоненькой рамочке. Тогда подчеркивался сам домик, он выходил на передний план. И, честно говоря, я уже была склонна сделать именно так, потому что тоненькие рамочки подходили. Но потом, увидев синее паспорту и одну синюю глубокую рамку, и эта рамка, эти паспорту практически четко, практически, не полностью, но практически совпали по цвету друг с другом, я поняла, что у меня будет глубокая рамка, и я это сделаю нестандартным образом. Покрутив, очень много еще всяких вариантов, которые мне подсовывали две девушки-багетчицы, и, ну, приемщицы или багетчицы, как правильно сказать, две сотрудницы в багетной мастерской, также муж, также Дарина. Я это все крутила, да, да, неплохо, ага, да. Давайте-ка сделаем вот так. И я просто подставила паспорту под глубокую раму, сверху наложив картину, и положив уже непосредственно к картине тонкую деревянную рамку розового цвета. Я поняла, что это то, что я хочу. Я поняла, что именно это оформление будет идеальным именно в моем случае, потому что это то тонкое оформление, которое я хотела видеть без паспорту, но в то же время это не будет бедненько смотреться, как бы такая величественная, можно сказать, картина, хоть и сказочная. Она не будет так бедно смотреться в тоненьком обрамлении, так как мы ее поместим сверху как будто бы в глубокую раму. Понимаете? Эффект глубокой рамы получился. Как это мы будем крепить? Мы себе слабо представляли, но муж сказал, мы справимся с этим, это не проблема, что-нибудь придумаем. Сотрудница в агетной мастерской тоже была удивлена, говорит, я впервые вижу такой вариант, и это классно, это действительно имеет место быть, такой вариант развития событий. И мы приняли решение, заказали две рамки, одну пластиковую, другую деревянную, и паспарту цельным листом, то есть получается, что его не нужно было вырезать, так как на него сверху должна была крепиться сама картина. И действительно, мне безумно понравилось то, что мы придумали, и стекло только лишь должно было быть именно в части картины, то есть дальше до паспарту оно не выходило. Та-да-да-дам! И теперь давайте же посмотрим подробнее на саму картину. Волнующий момент, я вам показываю данное оформление. Конечно, немножко будет отсвечивать, я так поверну, стекло антиблик, но, естественно, оно немножечко может отсвечивать. Так как мы оформили эту картину сами, естественно, потому что нам дали только готовое все стекло, рама деревянная, паспарту цельная, и рама пластиковая, мы это все натягивали, оформляли сами. Если вам интересно, то я, точнее, я обязательно сделала, сделаю, мы уже сняли, я сделаю мастер-класс, а вы, если интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, или же просто следите за обновлениями, и вы увидите скоро мастер-класс по оформлению именно такого варианта. Еще раз хочу сказать, что эта картина, она приносит такую сказочность некую, привносит в наш интерьер, и я думаю, что если она будет даже надоедать своим таким ярким видом, то мы ее будем снимать и менять на что-то другое, это не проблема абсолютно. Я надеюсь, мы с картиной вам понравились, и это видео вам понравилось, так что жду вас обязательно в своих следующих роликах. Всем пока, до новых встреч!